Добрый вечер, уважаемые зрители! Будем начинать нашу встречу. Я хочу несколько слов сказать перед тем, как начать что-то читать или делиться своими впечатлениями. Но первое, самое главное. Сегодня вечер снимает телевидение, первый канал. Мы подружились с первым каналом после вчерашнего. У нас такое похмелье сегодня. Это радостное похмелье. Конечно, я хочу, чтобы вечер прошел весело, потому что есть примета, как встретишь Новый год, так его и проведешь. Какая-то неожиданная реакция, хотя правильная. Знаете, вот мне нравится эта мудрость. Любая проблема может стать началом пути к успеху, если отнестись к ней с юмором. А значит, надо зарядиться достаточным запасом веселости на весь год. Я стоял там перед входом в театр. Ой, так интересно слушать, чего обо мне говорят. Я вам честно, так интересно, когда женщины тянут мужиков на концерт. Те упираются, как дети, вот так вот, потому что им пивка хочется выпить сейчас. Она говорит, ну пойдем, пойдем. Да кому этот козел нужен? Он говорит, про меня говорит. Я говорю, да козел, он говорит, вот прав человек, говорит, правильно, он говорит, козел. Вот, это сейчас я поговорил. Нормальный разговор был, так что я зарядился веселостью уже. Второе. Вот, самое главное, чуть не забыл. Друзья мои, убедительная просьба. Прошу, сосредоточьтесь. Я сейчас намекну вам. Ну попробуйте понять то, что я скажу. Эту просьбу высказываю во всех залах. Бесполезно. Приходя на культурное мероприятие, а это культурное мероприятие, культурные люди отключают телефоны. Но есть толстолобики, да, которые не знают, что у них сейчас есть телефоны. Есть толстолобищи, которые не знают, как отключать телефоны. Женщины, вы не обижайтесь, потом я про вас хорошее скажу. Осенью был в одном театре, неподалеку от меня сидела женщина, у нее звонил телефон в сумочке. И, конечно, на нее начали шикать все, мол, выключите телефон. А она, собственно, растерялась, конечно. А он у нее в сумочке. Она берет сумочку вот так, сканирует сумочку. Мол, где ж он у меня там? Потом понимает, что надо же достать как-то. А у женщины в сумочке всегда то, что ей надо достать, на самом дне находится, как вы знаете. И она начинает вынимать все из сумочки. Люди уже на сцену не смотрят, потому что это просто фокус какой-то. Из маленькой сумочки так много всего появляется, только остается кролика за уши вот так вот вытащить. Она вытащила телефон, смотрит на него. А он звонит еще громче, потому что он уже не в сумочке. На нее еще громче начинают шикать. И она, молодец. Вот я же говорил всегда о сообразительности наших людей. Она наша. Она села на телефон. И действительно, правда, звонки стали глуши. Туловище такое звуконепробиваемое оказалось совершенно. В начале каждого вечера своего я провожу разминку. Я это называю юмористическая шрапнель. По улице идет парень, говорит по телефону Нокия. К нему подходит другой. Слышь, братан, дай мобильник, позвонить надо. Тот посылает его, начинается драка, в нее ввязывается еще человек 15, приезжает отряд ОМОНовцев и сбивает всех дубинками. Голос за кадром. Нокия коннектин пипл. О, для разминки хорошо. Кто такие, на мой взгляд, оптимисты? Такой философизм. Оптимисты это те, кто опаздывая на поезд не расстраиваются. Просто считают, что они пришли заранее на следующий. Посложнее, да. Тогда попроще. Знаете ли вы, что русская народная свадьба делится на три стадии. Первая стадия. Гости сами себе кричат горько и смотрят, как жених с невестой с удовольствием целуются. Вторая стадия. Тамада заставляет гостей кричать горько, и те с удовольствием смотрят, как жених с невестой целуются из последних сил. Третья стадия. Тамада сам себе кричит горько. И жених с невестой из последних сил смотрят, как целуются гости. А знаете ли вы, что в наших народных пословицах скрыт некий тайный, я бы даже сказал, сакральный юридический смысл? Ну, например, сила есть ума не надо до трёх лет общего режима. Насильно мил не будешь. От семи до пятнадцати. И не пойман ни вор депутатская неприкосновенность. В этом передаче «Новогодний» никакой сатиры, поэтому я буду очень дозированно сегодня какие-то сатирические фразы произносить. В Российской Думе готовится к принятию новый закон по налогообложению. Имущество, оставшееся после уплаты налогов, считается сокрытым от налогообложения и подлежит изъятию. Ну, а в связи с укреплением вертикали власти и с ужесточением визового режима, со следующего года загранпаспорта будут выдаваться только под подписку о невыезде. Клянусь, чем больше я узнаю ФСБ, тем лучше я отношусь к ГАИ. Ну, а российские таможенники для поиска наркотиков создали отряд специально обученных голландцев. Да, сложная фраза, сложная. Моя задача завести вас, ну, завести в смысле не на смех, а на соображение. Вчера в Москве загорелась пожарная часть номер три. Пожарные прибыли на место уже через 30 минут. Еще сложнее. А знаете ли вы, что большинство прокуроров зарабатывает шитьем? А знаете ли вы, что раньше сознание студентов формировалось на картошке, а теперь на капусте? Я подожду, подожду. Задние ряды, спасибо, что вы есть. Вы хоть, вы хоть, о, слышите, они хоть, хоть реагируют. До средних, правда, не докатывается даже реакция. Ладно, попроще. Знаете ли вы, что на Новый год, на Новый год богатые цыгане обычно заказывают коллектив русских частушечников? Лучше. А знаете ли вы, что на старый Новый год в Израиле принято клянчить подарки обратно? Мужчины, для вас. Знаете ли вы, что у всех женщин одно на уме? Буду бы у всех мужчин только одно на уме. А знаете ли вы, что слабый пол сильнее сильного в силу слабости сильного пола к слабому? А какая техника речи, заметили? О, я такие сложные фразы произносить могу. Скороговорку современную, знаете? На дворе трава, на траве братва, братва в дрова. А знаете ли вы, что обещание, обещание, это дальний родственник Укиша? Реалити-шоу. Филипп Киркоров, Николай Басков, Олег Газманов, Лев Николаевич Толстой, Борис Моисеев. Кто в этом списке слабое звено? На злобу дня. Грузинские археологи откопали старинное пушечное ядро. После этого Грузия предупредила Россию, что у нее тоже имеется ядерное оружие. Вообще с Грузией такие интересные ситуации возникают во всем мире. Знаете, ведь в Америке существует штат Джорджия. Джорджия по-английски Грузия. В последнее время в новостейных мировых программах очень много показывали грузинские события. И у американцев не связуха, не срастуха такая. Они знали, что у них есть штат Джорджия, но не знали, что так далеко. А у грузин сейчас так интересно. Они все делают лишь бы, не как в России. Окей, вау, говорят грузины. Вау, это потрясающе. Такого темпераментного вау уже в мире не было никогда. А главное, празднуют все праздники. Американские праздники. Это святое для них Хэллоуин. Ой. Если в мандарине вырезать глаза и рот, получится грузинский Хэллоуин. Друзья мои, много будет по новостям таких, таких передач, от которых расстраиваются люди с юмором, как я к этому надо относиться. Тогда легче. Пример. В Грузии отключили российские телеканалы, так как, по мнению Саакашвили, российские телеведущие через экран телевизора шпионили за грузинским народом. Ну, я без Америки не могу. Это было бы нечестно в отношении к тем, кто пришел на мой концерт. Знаете ли вы, что в Америке негры по-прежнему лидируют в беге, а белые в стрельбе? В любой стране мира я могу сказать эту фразу, и все будет нормально. Где-то поймут, где-то не поймут. Одна страна, где меня отдадут под суд, это Америка. Почему я сказал слово негры? Это такая забавная история. У них введена так называемая политкорректность. Вот слово негр считается неполиткорректным, невежливым, оскорблением. Интересно. В Африке негров называют неграми, это ничего. А в Америке это оскорбление. Политкорректность сокращенно на нашем языке PC. До того дошли, что теперь черный нельзя произносить в Америке. И это стало оскорблением. И они негров стали называть политкорректно, как им кажется, афроамериканец. А белых американцев евроамериканец. Да, ну туповато, конечно. Но такие забавные ситуации возникают с нашими. Например, повезли на выставку в Нью-Йорк нашу картину нашего замечательного художника Малевича «Черный квадрат». И американцы в недоумении. Говорят, это не политкорректно называть так картину. А наши же с юмором, говорят, ради бога, назовите «Афроквадрат». Там это не имеет значения. То есть песня «Жил-добыл черный кот за углом» в Америке не может быть исполнена «Жил-добыл афрокот за углом». Да, такое лицемерие. Бомбить Ирак нормально, а произносить слово «черный» ненормально. Но и это еще не самое парадоксальное. Белоснежку, Диснеевскую мультяшку запретили показывать по всем американским телеканалам. Никто из вас, даже из самых образованных, не догадается почему. Все гномы белые. Неполиткорректно. Они сейчас переснимают белоснежку. Нормально, да? Один гном будет мексиканец. Два пуэрториканца. А я им советую белоснежку сделать негритянкой. Вот это гениальное прочтение белоснежки будет. Я раньше очень любил американские фильмы в конце 80-х годов. Сейчас, как только попадаю на американскую стрелялку с догонялками, я тут же переключаю. Я не могу слышать эти диалоги. Стреляй в него. Я не могу выстрелить в живого человека. Что ты предлагаешь? Давай его сначала прикончим. Ой, я забыл вам сказать. Черномырдин собирается в Америку. Черномырдин. Я ему послал по электронной почте имейл. Неполиткорректная фамилия. Афромырдин должен быть. Ну что, красиво, согласитесь. Вчера в США вырвалось корнями деревья, повалило рекламные щиты, столбы линий электропередач. Уже давно с таким размахом русские мигранты не отмечали День десантника. АПЛОДИСМЕНТЫ Ну, вернемся к нашим делам. Опрос молодежи в России показал, что многие представители сегодняшнего молодежного поколения уверены, что картина Айвазовского «Девятый вал» это продолжение картины Бондарчука. АПЛОДИСМЕНТЫ Вот. Для этого я и провожу разминку. Видите, даже договаривать уже не надо. Уже все понимают, о чем речь идет. Вот на Западе надо мало того, что все фразы договорить, там никто не догадается, о чем речь идет, там еще в конце, чтобы поняли, что это смешно, надо лицом подтвердить. Вот так. Вот. Это шутка. А знаете ли вы, что только наш человек в вагоне поезда, получив от проводницы сырое белье, радуется? Значит, его. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Вот у нас новогоднее настроение. АПЛОДИСМЕНТЫ А вот эта фраза, когда случилось. Я, при всем моем хорошем отношении к зрителям, даже я не думал, что зрители это поймут, о чем речь идет. Да я и сам сначала не понял, о чем это. Знаете ли вы, что нет у нас более аккуратного водителя, чем тот, который забыл дома документы? АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Ну, смотрите, здесь нет тем ниже пояса. Вы же смеетесь. АПЛОДИСМЕНТЫ Это я вам комплимент сделал, между прочим, не себе. Ну и, конечно, не все знают, что на открытии Олимпийских игр в Турине украинские спортсмены плакали особенно. Они смотрели на Олимпийский огонь и думали, как можно так нерационально? АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Священник, как вы разговариваете со священником, выйдите вон из храма. Ну, как знаешь, я хотел храму 10 штук баксов пожертвовать. 10 штук? Ну, ты, братан, в натуре козырной кори. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Пускай они посмотрят, как вы все сейчас смеетесь. АПЛОДИСМЕНТЫ Их свинить начали, мол, я смеюсь над православной верой. Да не над верой, а над теми, кто позорит нашу православную веру. Ведь есть батюшки, а есть попы. Батюшка от слова «папа», «батя», а есть попы. Когда я смотрю на их лица, я понимаю, от какого слова это произошло. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Ну, слушайте, до того дошло, ну как я могу об этом молчать? Я видел епископа в жюри конкурса «Красавица». Нормальные глянии. Я не мог не съехидничать. Я подошел к нему, так прищурившись по-ленински, чтобы было больше ехидства. Спрашиваю, батюшка, что вы делаете в жюри конкурса «Красавица»? Он не понял моего ехидства и всерьез ответил, «Сын мой, я освещал красавицу». АПЛОДИСМЕНТЫ Ну, тут я не мог не добавить. Надеюсь, только к Адилам, батюшка. АПЛОДИСМЕНТЫ Ребят, хорошо прошла разминка, честно вам скажу. Задние ряды вам благодарность. Вы растормошили всех. С вас начиналась реакция. Во всех залах мира первыми начинают смеяться задние ряды. Я умею анализировать ситуацию. Я понял, почему. У них цены на билеты ниже. Вы слышите, они опять довольны. А им чё не скажи, они довольны. За эти бабки чё они дали? О, можно радоваться. То есть, они... Знаете, почему они так смеются? Они над вами смеются в этой ситуации. Потому что они заплатили меньше, вы больше. А вы слышите всё то же самое. Не говоря уже о том, что видите. Вообще, когда люди встречают Новый год, мне очень нравится вот такой тост, который они произносят. Ну, давай, за здоровье выпьем. Вот, обратите мое внимание. Пить за здоровье? Это то же самое, что воевать за мир. Это... А ещё мне нравится, говорят друг другу. Ну, давай, в новогоднюю ночь. Долгих тебе лет жизни. После того, что ты съешь в эту ночь, тебе вообще жить два дня останется. Ведь столько съесть ни в одну новогоднюю ночь не может никто. Знаете, я встречал в Париже Новый год. Однажды. Я был разочарован. Половина первого, все разошлись по домам. Все. Они энергетически, видите ли, устали во время празднования Рождества Христова. Слабаки. Вот мы нормальные ребята. Мы и их Рождество, и наше Рождество. И по старому стилю, и по новому стилю. Это же никому в мире не обрести, что такое старый Новый год. Вы попробуйте когда-нибудь. Я в Швейцарии был 13 января однажды. Официант спрашивает, что сегодня празднуют русские. Потому что наши разгулялись. Катю Лель завезли на Альпы туда-то оттуда. Над горами Сисипуси, Мисибаси. Вот это. Привезли Эдди Мерфи. Надели на него русскую народную рубаху. Он под балалайку пел частушки. Нормально. Официант спрашивает, что сегодня празднуют русские. Я ему говорю, Эл Дню Е. Он ушел, больше не появлялся. Все. У него там на кухне ломка мировоззрения началась. А я еще... Вот энергия, да, у наших. А я еще приехал, вернулся в Москву в конце января. А мне звонят друзья, говорят, пойдем отпразднуем. Я спрашиваю, что? Он говорит, ты не знаешь, китайский Новый год. Ну, для нас, православных, ну, святое дело китайский Новый год отпраздновать. Но больше всего меня радует, как наши празднуют новогоднюю ночь. Только наши могут 15 дней перед Новым годом закупать продукты, чтобы съесть их в одну ночь. До 24.00 это... это не еда. Это проводы старого года. Это... это разминка перед едой. Это мясная, колбасная нарезочка, грибочки, орешки, помидорчики, соленья, селедочка под шубой, бульончик, пирожки. Это все разминка. Давай. Большого тебе человеческого счастья. Мне очень нравится человеческого, как будто где-то есть нечеловеческое счастье. В 24.00 поздравление главы государства. Новый год наступил, можно и поесть. Жена, что там у тебя есть поесть? А женщины, о них особые слова хочется сказать. В новогоднюю ночь она и особенно красивая. 31 декабря они все по салонам. С утра. Ноготки, как у любовниц Дракулы. Вот такие. Это не руки, это виллы. На головах прически... Не прически, нет. Виадуки, замки какие-то средневековые. Птичьи гнезда, причем африканских птиц гнезда вот такие вот. Они очень красивы, наши женщины. 31 декабря до часу ночи. В час ночи. На это лучше не смотреть. Это уже где-то опало. Гнездо разрушилось, тут отклеилось. Я встречал в компании поп-звезд однажды. Пришла поп-звезда. Такая красавица. В 2 часа ночи баба-яга передо мной сидит. А к 3 часам ночи у нее грудь упала об стол. Я не знаю, может на пластыре были приклеены. Вспотела грудь, обвалилась это все. А еще ночью устают ноги у наших женщин. И они, будучи в платьях длинных, надевают эти убитые хозяевами тапочки. С подмятыми задниками. Еще дед на зоне подмял эти задники. В длинных вечерних платьях и в домашних тапочках. Это балерины в калошах вообще. Но волнуются. Вот это очень трогательно. Полночи наши женщины волнуются. Они вот так делают. Руками говорят. Ой, право, не знаю, холодец застынет или нет. В 2 часа ночи мужик орет. Что там с холодцом? Жрать охота. Ему еще жрать охота. Появляется эта целлюлитная жижица. С недобритым копытцем поросячьим. Кусочки кожи. С волосиками свинячьи. И мужик, жуя холодец, говорит. А Наполеон будет? Мужики обожают бороться с Наполеоном. Ну, в силу некоторой ностальгии по нашей мощи державной, нашего отечества. Не съест, так понадкусывай. Но самая такая картинка, которая мне еще больше нравится, это 6 утра. Мужик смотрит на недоеденное на столе. А там, там голова гуся в бабочке. Вот осталось все. Салат остался недоеденным. Но его трогать нельзя. Там спит гость. А мужик, он уже не раз застегивал рубашку за эту ночь. У него пуговица вот этой стороны. На дырочку вот этой стороны. А вот это из ширинки. Вот это вот. А есть примета. Как встретил Новый год, так его и проведешь. И он смотрит на это все, говорит. Ну, завтра хоть позавтракаю. Нормально. Но больше всего мне нравился лозунг, который висел в Новосибирске над улицей в прошлом году. С Новым годом, запитая собаки. Я уже говорил, меня считают писателем-сатириком, это неправильно. Я нашел себе... Мне все время хотелось, чтобы у меня была какая-то необычная профессия. Я в интернете покопался, нашел профессию, которая мне очень подходит. Она есть только у русских полярников в Антарктиде. Называется подниматель пингвинов. Ну, там живут пингвины вокруг наших поселков. Пингвины не могут понять, что там делается наверху. И каждый раз провожают глазами самолет. Вот так, вот так. Ё-моё! И падают. А встать сами не могут. Тогда выезжает человек на место. И поднимает пингвинов. Для этого много не надо. Надо быть оптимистом, как я. Что такое оптимист у нас? Это когда человек, приходя даже на кладбище, вместо крестов видит плюсы. Я желаю вам большого человеческого счастья и хорошо позавтракать после Нового года. Мне недавно попались на глаза стихи молодого человека. Он находится в зале. Я его сейчас бы представлять не буду. Потом, после того, как прочитаю некоторые его двустиши, четверостиши. Но стихи были лирические. Я вообще люблю поэзию лирическую. Но я же её читать со сцены не могу. И я его спросил, есть ли юмористические стихи. Он сказал, да. И прислал мне 1400 стихов. То есть приговорил меня просто. Я их прочитал, выбрал цензурные. И я хочу ими с вами поделиться, дабы вы все знали, что у нас есть очень талантливые люди. Но что особенно мне приятно, он не такой вот человек, который вот в бедности живёт, пишет стихи. Наоборот, среди небедных людей стали появляться люди, желающие самовыражаться, а не самоутверждаться. Он работает, ну, мягко говоря, в финансовой сфере. Короче, сидит в банке и пишет стихи. В своём банке сидит, среди денег и стиши пишет. Для меня это трогательно. Некоторые из них, поделюсь с вами. Если он будет уметь успех, я его представлю вам. Если успеха не будет, мы перережем аплодисменты из второго отделения. Ну, начну с такого двухстишия. Сказала мне как-то Полина, что арфа – это стриптиз пианино. Вчера отмечал на банкете хор мальчиков сорокалетия. Это почти лирическое. Никто вас не осудит, ни за горами лето, экзаменов не будет, все проданы билеты. А мне так нравится его стихи читать, особенно с выражением. Я себя артистом чувствую. Это грустное, но такое точное, что не могу его не прочитать. Сегодняшнее. Сказал мне с грустью посидевший горец, чья армия сильней тот миротворец. Умно. Я не боюсь позора, давно забыты амбиции. Мне плохо, приедет скорая. Мне хорошо? Это опять философское. Я так буду чередовать. Походка, иду не твердо, и от мыслей в душе противно. Человек звучит очень гордо. Обезьяна звучит перспективно. Стою и пальцем тру висок, и ухо, и затылок. Забор в России из досок. А мебель... Слушайте, замечательно. Вам действительно не надо ничего договаривать. Лирическое. Пишу вам, доктор, эти строчки, как малолетний инвалид. Пришла весна, набухли почки, и печень тоже барахли. Ну, вот это двустишье, оно мне почему нравится? Потому что я-то пожил жизнь, я знаю, что это правильно. Откуда он знает молодой человек, не знаю. Ну, это точно. Закон сей действует на нервы. Храпящий засыпает первым. Любовь превратила меня в теоретика. Лапша на ушах — это тоже косметика. Нижайше, я прошу тебя, малышка, закрой окно. Да нет, не надо мышкой. Лирическое. Не отрицаю, был бы очень рад любить вас 20 килограмм назад. Ой, любимая. Вот что ни стих, то про меня. До свадьбы я любил всех женщин, сейчас люблю одною меньше. Ты тупее, чем мой пес Шарпей. Не можешь прокормить жену? Пропей. Я ждал, что снесет мне башню от пьянки с утра до вечера. Она была очень страшной. Но пить уже было... А это просто мне посвящено. Я же заканчивал Московский авиационный институт. Я 14 лет учился в институте. Поэтому много знаю. Ну, я вовремя ушел из авиации. В общем, можете летать после моего ухода. Вот это точно посвящено мне. Тебя, я прошу, современный Икар, не можешь летать, не марай тротуар. Подкову на счастье нашел укрыто. Не радуйся, кто-то отбросил копыта. У нас ведется испокон со времени небытия. Желание женщины – закон. Желание мужчин – статья. Ну, это про нашу жизнь очень точно. Немцы, японцы, не шибко там. К вам обращаю свой стих. Поаккуратней с машинами, нам еще ездить на них. Французский секс без белья нательного. Русский секс без белья постельного. Вдруг обратился Грей Кассоли. Я вас любил, чего ж я болен. Скажи-ка, дядя, ведь недаром в кустах ты прячешься с радаром. Еще одна моя наилюбимейшая. Пошла она за ним на Колыму, испортив этим каторгу ему. А это просто эквилибристика поэтическая. Прячась от холода, Винни пух с голода. Карлсон под утро не спеша залетел. Теперь ждет малыша. Помню, мама заплела в косу мне цветочек. Волочился по земле глиняный горшочек. Но это просто про мою молодость. Я сразу вспоминаю молодость, когда вот это читаю. У печени бы руки были, они бы горло задушили. Часто впадаю в экстаз и вспоминаю снова, Как мама вела в первый класс, Как папа нес выпускного. Ну а заканчивать надо философско-лирическим четверостишьем. К Новому году это подходит. Я люблю тебе жизнь, что само по себе и не ново. Я люблю тебе жизнь, только ты меня снова и снова. Андрей Алякин. Прошу вас, молодой человек. Андрей, будьте добры. Еще раз. Видите, вам девушка аплодирует, практически можете кредит выдать. Вы не думайте, что я умею смеяться только над другими людьми. Я вам должен сказать, что я сам был не раз лохом в жизни. Я думаю, что высшая степень чувства юмора, когда умеешь посмеяться над собой. Конец 80-х годов. Наши люди еще не ездили за границу. А мне уже куда-то удавалось выскочить на гастроли. И вот в Израиле гастроли, и мы с великолепным нашим артистом, чудным артистом Василием Лановым, который играл Павла Корчагина в Турандот, в других многих спектаклях, мы возвращались из Израиля через Кипр. Кипр еще не знал, что такое быть российским офшором. Да, туда еще кто-то хихикнул на первом ряду из зажиточных. И была задержка рейса во время пересадки на другой самолет. И мы с Василием решили поехать на берег моря, посмотреть, как Кипр, ну, мы же это ничего не видели, поесть где-нибудь в уютном местечке. Мы зашли, как нам показалось, в хорошее кафе. Ну, это вообще было самообслуживание, но нам оно, советским людям, показалось хорошим. И мы так идем, столько блюд, мы никогда этого не видели. И он говорит, я не знаю этого ничего, я не понимаю. Давай возьмем по-нашенски яичницу. И мы берем, а я говорю, что-то зеленая какая-то яичница. А он говорит, да у киприотов нормальная. Ну, у них же вон мухами не засижена, нормальная. И мы взяли яичницу. К нам подбежали три уборщицы киприотки и хохотать над нами. И показывают на глаза вот так вот. И говорят, тулук, тулук. Мы взяли муляж яичницы. Из папье-маше, которая вот эта, чтобы вы... Тулук, тулук, смотрите. А мы даже не поняли, что она говорит, Василий. Она ему говорит, тулук, тулук. А он говорит, да, глазунью. Мы до сих пор, когда видим друг друга с Василием, мы тут же хохотать начинаем вместо здрасте. Это теперь я такой сатирик такой, знаете, беспощадный. А было время, я ведь другим был. Меня взяли когда-то на гастроли в Баку Арканов, Смолин и Измайлов. Почему они взяли меня? Потому что в то время нельзя было выезжать на гастроли, если нет никого из русских в группе. Молодцы, понимаете, вот такое время было. И вот 80-й год, мы поехали на гастроли в Баку. Мои первые гастроли. У меня было всего 15 минут для выступления. Три номера, один из которых был очень неожиданный, очень нравился залу. В то время не было слова прикол, а я любил прикалываться со сцены уже. Может быть, в этом и был мой плюс. Номер был такой. Это была пародия на спокойно, чем малыши. Но в то время страшилок не было еще по телевидению. Фильмов ужасов не было. Поэтому эта пародия была очень страшной для зрителей. Там такой автор детской сказочки, Кошмар Иваныч, рассказывал сказочку. Он говорил, однажды темной ночечкой умерла тетенька. Дорогие мои детишечки. У этой тетеньки была золотая ручечка. И вот однажды один дяденька решил выкрасть у нее ручечку. И вот глухой темной осенней ночечкой, дорогие мои детишечки, этот дяденька пошел к этой тетеньке на могилочку и начал копать. Долго-долго копал он, пока его лопаточка. Дорогие мои детишечки. Не стукнулась о крышечку гробика. Но тут дяденька почувствовал, что на него кто-то смотрит. Он обернулся и увидел, сзади стояла тетенька. Но у нее была всего одна ручечка. А где твоя вторая ручечка, спросил дяденька. А вот она! Закричала тетенька. Это вы привыкли к старшилкам сегодня. А представляете, что было тогда? О, люди головами друг об друга бились. Однажды я имел необычайный успех. Двух женщин вынесли из зала. Они ударились друг об друга. Народ был счастлив, что кому-то плохо его унесли. Ходили на наши концерты, такие аншлаги были, по три аншлага в день. И вдруг нам сообщают, что приедет первый секретарь ЦК КПСС Азербайджана на наш концерт, Алиев. Он уже тогда был главным. Приехала охрана, слова security не было. Все отцепила, все проверила. За кулисами, из-за кулис на сцену по паспорту пропускают по прописке московской. Ко мне подходит Арканов. Арканова, вы знаете, в глазах грусть всего еврейского народа за все столетия. И говорит, нет, ты осторожней с ручечкой. Я говорю, почему? Он говорит, Алиев на первом ряду будет. Я говорю, и что? А ты вот так вот, раз, ручечку, и тебя застрелят. Клянусь, я испугался. Я вам честно скажу, а другого номера у меня нет. Я говорю, что делать, Аркан? Пойди к охране и расскажи им про ручечку. Я никогда этого не забуду. Я за кулисы поймал охрану. Вы шкафы с антресолями видели когда-нибудь? Это вот охранники. Антресоли это челюсти у них. Я главному охраннику говорю, у меня номер один есть. Я не знаю, как мне прочитать его, можно или нет. Тот говорит, цензуру пропустила? Я говорю, да. Вот и читай, не наше дело. Я говорю, вы не поняли. Это к вам имеет отношение. Он говорит, в каком смысле? Я говорю, ну послушайте. Он говорит, всех собрать? Я говорю, всех. Они выстроились за кулисами, передо мной свиньей. Вот так вот эти шкафы. И я с максимально возможным выражением, на которое я способен, тетенька, пугаю, вращать. Они не обращают никакого внимания на то, что я их пугаю. Я им, вот она, никакой реакции, никакой. Я так растерялся, он говорит, и че? Я говорю, как че? Я вот так вот ручечку, бадам, а вы меня застрелите. Он говорит, да. Я говорю, че да? Че мне делать? Он говорит, не выбрасывай ручечку. Я никогда не видел такого скопления артистов за кулисами, честно вам скажу. Более того, я никогда не видел Аркана хохочущим. Он не просто хохотал, он упал на пол и, прыгая на животе, вот так упрыгал под рояль, когда настало время мне произнести весь этот текст. Потому что я опять настроил зал, Эльдар Алиев, вокруг охрана. И я ночечкой ручечкой, а где твоя вторая ручечка, спросил дяденька. А вот она. Я считаю вообще неверно утверждение, что надежда умирает последней. Я считаю последним умирает чувство юмора. Почему наши люди любят ко многому относиться с юмором? Потому что когда смешно, тогда не страшно. В доказательство этой моей мысли я получил довольно много писем от телезрителей. Вот мужик, пишет мне одна женщина, зашел в метро, она ехала в метро и говорит, предлагаю вашему вниманию психологический триллер всего за 30 рублей, жилищный кодекс Российской Федерации. Какая-то Наталья Геннадьевна написала, Михаил Николаевич, у нас ходил бомж по квартирам, всегда просил дать ему хлеба. Однажды приходит, говорит, дайте мне торт. Я спрашиваю, ты что, мужик? Всегда хлеба просил сегодня торт. А он говорит, у меня сегодня день рождения. Даже врач один написал, вы правы, у нас даже в реанимации лежат с юмором люди. Лежал больной в реанимации, пожилой человек. А там над койкой в реанимации, над нашей, всегда кнопки, но не указано, куда кнопка звонишь. Может на тот цвет, может быть Богу, может быть катапультируешься сейчас, нажмешь. Он не выдержал, решил приколоться и хорошо прикололся. Приклеил под кнопкой кусок пластыря, на нем написал морг. И радовался. Он-то радовался. А когда другого принесли на это место, тому как-то не очень радостно стало. Еще одна женщина написала, представляете, у здания стоит толпа, все смотрят вверх. На краю крыши стоит человек. Непонятно, то ли прыгать собирается, то ли нет. И одна женщина говорит, боже, если он сейчас не прыгнет, я опоздаю на автобус. Но больше всего, по-моему, чувство юмора, знаете, у кого разве-то, у водителей маршрутных такси. Водитель написал в маршрутке, зайцы бывают белые, зайцы бывают серые, а вы какого цвета? Пассажир без билета. Кто-то внизу приписал коряво, я шоколадный зая. Пассажир без билета. Они бывают с чувством юмора. Семья оставила машину за углом, пошла в гости, на три часа оставила машину и таксу в машине посторожить. Тоже такса, конечно, сторожевой пес просто. Пришли, колеса сняты, и записка на заднем стекле. Не ругайте таксу, она правда лаяла. Высшая степень чувства юмора, повторяю, это когда люди умеют смеяться над собой. И оно таки, выражаясь по-одесски, оно у наших людей появилось. Женщина мне пишет, вы все правильно говорите про нашу логику. Представляете, ну точно по вашему выступлению. Шла, пошла на работу, вдруг вспомнила, что не помню, выключила я утюг или нет. Вернулась домой. Пока открывала дверь, звонок, телефон и поговорила. Забыла, что пришла, ушла. По дороге вспомнила, что забыла, что ходила. Вернулась, и дабы больше не возвращаться, забрала утюг на работу. Еще одна женщина написала. И про телефон, и вы все правильно рассказываете. Еду в маршрутке, у меня звонит телефон, пишет она, в сумочке. На меня все оборачиваются, мол, возьмите. А я роюсь в сумочке, и не могу найти телефон. Поворачиваюсь и всем говорю, наверное, дома забыла. Два джипа в Хабаровске, вот это из серии «Только у нас». Два джипа только у нас могли лоб в лоб столкнуться на тротуаре. И мужики выясняли, кто виноват. Я все больше и больше нахожу подтверждений того, что вот эта мощнейшая наша энергия не имеет никакой точки приложения. Как в Португалии в гостинице наши болельщики во время чемпионата по футболу пели под гитару. Пришел охранник, говорит, перестаньте петь, вы шумите. А они отложили гитару, сидят молча. Один говорит, он думает, если бы мы играли в шахматы, было бы тише. Я часто в концертах говорил о нашем языке. И мне уже прислали очень интересные письма. Например, иностранцы стали мне писать в подтверждение моих идей. Вот еще один американец, который живет в Москве, написал, вы абсолютно правы. Лучше не знать иностранцу русский язык, если он здесь живет. Ну, я когда-то рассказывал о том, как, например, немец зашел в Сельмак, а выйти не может из него. Почему? Потому что знал русский язык. Стеклянная дверь, с одной стороны написано открыто, а с другой закрыто. Они же этому верят всему. А представляете, вот этот американец, который мне написал, привел пример. Он знает хорошо русский язык, зашел в магазин, а ему продавщица говорит, ну давай, бери. Давай, бери. Он ей говорит, повторите, я не понял, что делать надо. А я говорю, давай, бери. Он заостряет внимание, давать или брать. Он говорит, давай, бери и вали отсюда. Но шутки шутками, но уже появились ученые, которые вообще доказывают, что действительно все языки мира произошли от нашего языка. Более того, я получил еще одно письмо от одного иностранца, и он пишет, вы совершенно верны. В вашем языке, например, органы, как он это заметил? Все-таки среди иностранцев есть очень умные люди. Вы знаете, я должен признать, как это не неприятно. Но есть очень умные люди. И он мне написал дивное письмо. Я думаю, что ему надо дать премию какую-то нашу, российскую. Он пишет, что он знает много языков. И он такое наблюдение замечательно сделал. Вот, например, он говорит, что вы говорите русский я, я, а мы говорим ай. Ай – это обратное чтение я. И он в бане понял, какая разница. В бане, когда все голыми были. Русские говорят я и показывают руку от себя. Они говорят ай и к себе. То есть их язык грести к себе. А наш от себя отдавать. Ну, спорное утверждение. Но то, что мне очень понравилось, он пишет, что все органы, тело, называются правильно только на русском языке. По функциям этих органов сердца. Средины, меридиан, живот, жизнь, легкие, легко дышишь, легко живешь. Как называется у нас? Родничок. А по-английски топ. Верхушка. Верхушка, низушка. Вот так. И так со всеми органами. Только у нас действительно слова имеют смысл. Как медведь по-английски. Бэ – бурый. На древнем английском языке. То есть внешний признак у нас – медведь. Не в смысле, что ведает медом. Он не завскладом. А ведающий, что делать с медом. В нашем языке есть вот такие... А печень. Многие же сегодня в зале с медицинским образованием. Ведь не знаете, откуда слово печень. От слова печь. Оказывается, печень горячее всех других органов на 2 градуса. Она разогревает организм. Кровь разогревает. А в английском как печень? Ливер. Колбасу делать. То есть, братаны, практичные очень. Я все-таки привью интерес к нашему языку. Обязательно. Мне говорят, а почему вы считаете, что вот это все языки произошли от языка наших предков? А не наоборот. Да потому что у них на один корень одно слово, а у нас ветви слов. Например, три по-английски. Три. Где-то тре. Везде корень наш. Ну и все. А у нас какое слово есть? Смотрите. Нас трое. Не, не, не. Не в том смысле, друзья мои. Нет, нет, нет. В смысле святая троица. А раз троица, это перестать чувствовать святую троицу. Конечно, им трудно учить наш язык. И американец мне снова, мой знакомый, задал вопрос. Объясни разницу между ладно и ну ладно. Вот. А, вам уже смешно. А мне-то объяснять ему надо было. А вы попробуйте эту разницу объяснить. Их язык для передачи информации. Он точнее нашего передаёт информацию. А наш для выражения обуревающих чувств. Нас. Ладно, ну ладно. От интонации зависит. Я ему говорю, ладно, это да. Он говорит, а ну ладно. Каким я себя придурком почувствовал, когда я ему объяснял, что такое ну ладно. Я говорю, ну ладно, это не совсем да. Но я добился своего. Наши люди начали над ними наконец-то смеяться. Мой знакомый вез американцев по дороге из Шереметьево. И превышал скорость. А у них язык точный и мышление точное. Написано 100 километров в час. А он идёт 120. А они уже смотрят на него с подозрением. А ещё их обгоняют джипы, как будто они вообще на месте стоят. Но у нас язык эмоциональный и жизнь эмоциональная. Вообще никто не смотрит на эти знаки. А американцы смотрят. Они спрашивают у водителя, для кого эти знаки? Готовы? Готовы? А он говорит, 100 километров для велосипедистов. А это ребята написали мне с Алтая. Поехали праздновать пикник. Поехали на пикник. В жигулях у них была еда. Они забыли закрыть двери задней жигулей. Сами пошли разводить костёр туда немножко подальше. А в это время подошла к жигулям корова. Почувствовала, что там еда. Просунула голову и стала есть. Вот там в жигулях внутри. А эти выпили пивка уже. Смотрят. Один говорит, смотри, корова наша ест. Один говорит, сейчас я ей дам. И дал. Разбежался и пенделя. Нормально, да? Эта страна не может жить хорошо. Без полезного. А корова, знаете, как делает, когда ей пенделя дают? Вот так. Бум! И рогами в крышу. Только наши могут пытаться вытолкнуть корову, толкая её сзади. Ой, это бесконечно я могу рассказывать. Вот тоже. Только наши могли догадаться. Администрации северного города, северного города за то, что эта администрация разрешила купить им так называемую «довальческую нефть», сделать эксклюзивный, необычный, небанальный подарок. Они подарили этой администрации двух бегемотов. Северному городу. Вольера нет. Пока строили вольер, опустили бегемотов в местную речку, вонючку. Огородили сетями. Сетями. Это не планктон, это бегемоты. Бегемоты прорвали сети. И поплыли, как им показалось, в Африку. Вот. А два мужика пошли на рыбалку. Вот. Задремали с удочками. Они ж выпили, иначе чё, на рыбалку ходить. С удочками задремали. У одного клюнуло. Он только один глаз успел открыть. Всё. Второй заклинило навечно. Когда он увидел раскрытую пасть бегемоты, вот эту паровозную топку, вот эту вот, и крючочек вот тут зацелил, он, не предупредив второго, сел на велосипед и погрёб педалями в деревне. Но когда клюнуло у второго, он обогнал первого без велосипеда. Троллейбус ехал по Крымскому мосту вечером. Довольно поздно уже вечером. Он, она, в троллейбусной романтике целовались на заднем сиденье. Торкнуло её. Энергетически что-то с нею произошло, с её энергией. Она, увидев Москву реку внизу, закричала, «Дельфины!» Даже водитель троллейбуса побежал смотреть к окошке, как это выглядит. А мужик решил поехать на каток, думать, что я там коньки надевать буду? Я в коньках поеду. Всё бы было ничего, но он за рулём был. А так нормально. Промахнулся мимо тормоза, дорожно-транспортное происшествие. Приехала полиция, говорит, «Мужик, выходи!» Мужик в коньках выходит. Они говорят, «Ну ты молодец, хоть коньки не отбросил». А три мужика курили в окошко на третьем этаже. В общежитии дело было. Курят и курят. Вот бельгиец, голландец, американец, ну курят и курят. Пытливость ума не та. А у наших ведь пытливость ума. Они смотрят, внизу канализационный люк. Сразу соображал. Тем более, что дома была гиря 16 килограмм. Уже все смеются. Уже все знают, что дальше можно что-то сделать. Никто в мире, все будут дальше думать, что можно сделать. Наши сразу. Давай сбросим, посмотрим, пробьёт люк или нет. Какая тебе разница? Объясни. Вот эту бы энергию на пользу Родине. Нет. Бросили, не попали. Пошли за гирей. Тянут её на третий этаж. Надо же, эксперимент не завершён. Бросили второй раз, не попали. Третий раз. Когда они третий раз проносили гирю мимо вахтёрши? Та говорит, больше я вас с гирями наверх не пропущу. Ей же на ум не может прийти, что это одна и та же гиря. Ребята думают, да, гиря не наша, её возвращать придётся. А эксперимент не завершён. Пошли в красный уголок, нашли канат, привязали гирю к отоплению. Канат оказался короче. Отопление-то выдержало. А вот гиря, она так качнулась в районе первого этажа и исчезла где-то в окошке. Раздался звук такого раздробленного Феликса Железного. Ребята догнались. Для храбрости надо же идти гирю выручать в конце концов. Эксперимент не завершён ведь. Вычислили, куда попала гиря. Я не могу без смеха дальше рассказывать. Они приходят, а там сидят в комнате три бледных пацана. Бледных-бледных. И курят в долгий затяг. Причём, они настолько бледные, что бледная поганка это просто, на их фоне это розовый поросёнок. И взятя курят. А эти спрашивают, мужики, у вас тут гиря не пролетала? Эти затянувшись говорят, посмотри в холодильнике. В холодильнике пробив дверцу, на полке стоит гиря. А один вообще, у него такая, у него паркинсон на всём организме, и он не разговаривает вообще. Эти спрашивают, он что, глухонемой? А эти говорят, нет, он пять минут назад, койку переставил с этого места. А недавно со мной произошла история, она просто знаковая, она связана с телевидением, поэтому я хочу именно на телевидении и рассказать эту историю. Я приехал на монтаж телевизионной передачи, как раз на Первый канал. И там опять-таки охрана не пускает машин, довольно грубо, моему водителю говорит, всё, уезжайте. Я выхожу из машины, говорю водителю, не надо, не обижайтесь на них, езжайте. Всё. Выхожу, они меня узнают. Охранники говорят, ой, это вы, извините, что мы так вот с вами. Понимаете, мы маленькие люди, мы никто, от нас ничего не зависит, нам сказали. Я говорю, ради Бога, ничего. Пошёл на монтаж передачи, сидит редактор, который уже отмонтировал там половину передачи. Я спрашиваю, почему выбросили вот какие-то шутки, репризы, а он мне говорит, я никто, от меня ничего не зависит. Позвони главному, я позвонил главному. Почему выбросили шутки? Он говорит, от меня ничего не зависит, я никто. Позвоните генеральному, я позвонил. Он говорит, ну, ты же понимаешь, что я ничего не могу сделать, от меня ничего не зависит. Я звонил туда, наверх туда мне сказали нам свыше сказали мы никто мы ничего не можем сделать и я говорю давай попьем чаю расстроенный и пошел в туалет мыть руки меня провожает редактор от туалет закрыт понашенский закрыт дверь сорвана с петель и стоит стул на нем написано закрыта и там уборщица убирает в позе уборщицы и и редактор откройте для задорного хотя бы я говорю ну не смей меня позорить еще скажи что для задорного который живет в одном доме с ельциным я благодарен уборщица который сказал следующее ельцин задорнов мне все пофигу я человек независимый знаете я еще раньше при советской власти говорил я одного не понимаю 2 3 прошло много времени лет все другое государство власть все другое все равно то одного не пойму то другого вот например я не могу никак понять почему у нас в россии всегда две беды причем одна беда вечно ремонтирует другую вот и вы не понимаете а вот вы понимаете почему только у нас на дорогах вот эти знаки рядом находятся вилка нож знак а рядом красный крест вот так мол поел и давай сразу туда в реанимацию выражение сегодняшних не понимаю я не знаю все кто-нибудь их понимает вот что означает выражение незаконные бант формирования это что где-то есть законные я тогда даже знаю где они законная торговля наркотиками как вам нравится это что только по лицензии торговать можно наркотиками многие сегодня евреи банкирами работают я не понимаю как евреи могут жаловаться что у них денег в обрез я понимаю так что если у евреи денег в обрез но это достаточно я не понимаю вот многие ездили на поездах я много есть скажите но почему только у нас на перронах торгуют инструментами перед отправкой поезда причем такие бомжеватые мужики ходят раскрывают коробки с инструментами а там отвертки гаечные ключи это что в наш поезд без инструмента не садись ко мне лично подошел не узнал меня такой бомжеватый тип открыл из-под полы ящик говорит купить инструменты подмигнул говорит цены ниже ворованных а я много еще по россии еще интереснее откуда столько мягких игрушек плюшевых детских взялось ими что зарплату выдают на всех станциях продают этих бегемотов плюшевых расчеловека жирафа выше вагона причем наглые такие продавцы прямо в окошко сутка так вам смешно а я спать лег штору не закрыл вам-то ха-ха а я просыпаюсь у меня в окошке тени бегемотов я думал меня глючить начало да я много не понимаю почему во всех больших странах что такое большая страна это где есть часовые пояса китай канада сша аргентина во всех больших странах столицы находятся на востоке только у нас на западе я не понимаю то есть там правительство утром встает и начинает работать вместе со своим народом только у нас вся страна уже отработала они только просыпаются и думают как бы поделить то что страна наработала я не понимаю откуда при такой жизни все наши люди набрались умных слов такие умные все стали все знают что такое аура карма чакра да все спрашиваешь у тебя насморк что-то аура разорвалась ты знаешь лоскуты вытекают через ноздрю а ты чё грустный карму отдавили в автобусе все чакры слиплись до того договорились что один политический наш деятель вдруг объяснил нам по телевидению почему развалился советский союз знаете почему он прямо сказал ленин в мавзолей не по феншую лежит название наших не понимаю многих как можно ценники писать молоко питьевое вот это что где-то есть техническая а как можно было бензопилу назвать это как надо было разочароваться в людях чтобы бензопилу назвать дружба название телепередач не понимаю с утра начинается в ираке напали в москве воровали в чечне взорвали там сгорело тут утонули вы смотрите передачу доброе утро но о рекламах я вообще не говорю я думаю что их вообще никто не понимает человеческим голосом человеческим объявляют корм для собак стал еще вкуснее я не понимаю ты сам пробовал или тебе собака рассказала я вообще думаю что когда я смотрю рекламу знаете я не понимаю это что наркоту рекламируют все время точняк это скрытая реклама наркоты мужик съел йогурт выбежал во двор лет донизиму ну торкнула пацана согласитесь но йогурт точняк с дурбазолом каким-то все вот эти которые сначала йогурт не съели у них монстры перед глазами ну то есть ломота конкретная пару кубиков донизима вонзили ништяк все монстры пропали ломота ушла везде наркота без мизима у бабуси ломка мизим съела и в пляс конфетки бараночки а этот который еще не сникерснул ну ломота погрыз скамейки телеграфные столбы половину гаража отпустил детская наркота что ли появилась я не пойму съел растишку появляется динозавр дина чего глючит детей начинает а молоко вообще так и называется веселый молочник от него на хихи пробивает а эту рекламу как понять рич жизнь хороша как ни крути о скрытая реклама косячков в кошачий корм это добавлять начали экстази что ли не знаю он кот борис видали на китикет и цей морды в клубок попасть не может но больше всех я не понимаю вонзили дури по моему тех кто составляет рекламу правда нужен тефаль думает о вас сковородка думает о вас как это возможно по и главное всех глючит я не понимаю всех что глючит люди пьют банаку в метро рыбы плывут у них от воздушного творожка корова на батуте прыгает бобер чистит зубы звери по лесам торкнутые все бегают орут волк жует траву волчара вообще на травку подсел а ленор ленор понюхал пошла пруха с тряпками обниматься я только одну рекламу понимаю вот эту супер клей момент оторваться невозможно знаете вот эта тема не понимаю она может продолжаться бесконечно вот например я еще по россии знаете чего понять не могу как наши бизнесмены придумывают название своим фирмам например как можно авиационную фирму назвать икар недолго летать ребятам а стоматологическая клиника в питере называется доктор ада вообще я смотрю на наши под название я я право не понимаю как 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 это рождается в какой буйной фантазии название магазина в красноярске русская тройка в скобках пиво вино водка искусством рекламы овладела даже старшее поколение такая старушенцы сидит на рынке в киеве такая времен революции старушенцы причем причем французской причем первой французской а уже замануху придумала торгует огурцами у нее написано рассол тире напиток завтрашнего дня в москве свадебный салон но это точно из серии не понимаю свадебный салон называется шляпка мэндельсона нормально вы видели у мэндельсона шляпку когда-нибудь а в москве рыбный бутик вы рыбу от армани пробовали когда-нибудь от гучи ой а караси от кардена сумасшедшие совершенно кафе на вокзале на транссибирской магистрали один на одном из вокзалов кафе называется прощай товарищ в тюмени ресторан сам был в этом ресторане ресторан называется потаскуй конфеты бабаевской фабрики бабаевской фабрики конфеты написано сокращенно щелкунчик баб ой ценники чудные их надо внимательно читать ценник вафли мишкины заморочки магазин женских украшений ценник палочки в голову хозяйственный магазин ценник мочалка для тела с ручками меховой магазин шуба с капюшоном до колена нормально в детском мире детская игрушка мой пень музыкальный с дуплом другой детский мир детская ванночка с центрифугой семейная детская игра как тебя зовут чудище развивающая семейная игра чей ты малыш а еще довольно много открылось детских кафе там такие интересные блюда вообще я уже говорил как-то по телевидению по моему даже в в предыдущей передаче что наши придумывают блюда с особой фантазии с особым творчеством там те же американцы пишут просто там стейк кусок мяса для наших это не замануха они напишут ляшка молодой жены барана там ой на украине написали беточки рубленый по буденовски нормально я говорю еще борщ 1 украинский добавьте туда закуска прыг в рот суши из хрюши это вообще гениально детское кафе в меню читаю ежик без ножек аннотация наш ежик не колючий он хрустящий он спрятал в себе малыш помидорчики сыр и сосисочки малыш с помощью ножичка и вилочки найди их это для юных чикатило когда иностранцы к нам попадают они ничего понять не могут ничего конечно им лучше даже даже те которые не знают нашего русского языка и тем не хорошо у нас в хабаровске недавно были гастроли за кулисы пришла японка она была с балетом японскими спрашивает можно позвонить из за кулис по телефону и горит пожалуйста вот телефон а телефон вот этот с диском крутить еще она через пять минут говорит у вас телефон не работает починить готова она нажимала на дырочке а я ехал из хабаровска во владивосток месяц назад в поезде японец выскочил из туалета и по-английски кричит я сломал туалет я сломал туалет точно готова он нажал на педаль и увидел рельсы часто люди моего поколения действительно критикуют молодежь но по-моему это несправедливо вот обратите внимание даже молодежные наши передачи сравните их западными передачами вот команда знатоков например вы представляете чтобы наша команда знатоков встретилась со знатоками-американцами нигде в мире нет такой команды которая за 10 секунд может выдать название пристани на реке жмудь я я иногда восхищаюсь нашими молодыми людьми я уже не говорю о том задумывались ли люди старшего поколения о том что только на русском языке в мире существует квн его нет больше нигде значит такое количество молодых людей только у нас вы знаете я должен сказать хорошие добрые слова в адрес александра маслякова он молодец он просто собрал некую такую организацию который заменяет практически комсомол сегодня я хочу пригласить на сцену опять таки чтобы не быть голословным молодого человека он пришел сюда из квн а многие из вас его видели на сцене во время игры команды владивостока это капитан команды квн владивостока александр мадич пожалуйста саша добрый вечер с наступающим новым годом саша я предлагаю устроить как говорят в джазе такой джим сейшин я тебе ты мне передаем такую эстафетную палочку но молодым везде у нас дорога поэтому мне сейчас почет а тебе первому начинать спасибо из разряда знаете ли вы знаете ли вы что полное название автомобиля ишь ишь ты как разогнался а знаете ли вы что только у российских светофоров конец желтого начала красного считается зелен а знаете ли вы что японцы очень любят суши особенно из суши они любят курильские острова а знаете ли вы что сталин сталин очень не любил когда ему звонили на трубку с треском провалился проект фабрика звезд в эстонии за два месяца ребята даже не успели познакомиться друг с другом так просто алаверды к саше там в эстонии сейчас запретили есть черепашевый суп это кощунство есть себе подобных но это вырежут поэтому дальше знаете ли вы что алла пугачёва при разводе отсудила у киркоров все имущество правда за это разрешила ему по выходным дням видеться с их дочерью арбакайте знаете ли вы что однажды ночью на браде в кличко в киеве напали хулиганы так были изобретены котлеты по-киевски ученые посчитали что во временах голубиной почты требовалось до 500 голубей чтобы поднять воздух одного почтальона если вы думаете что никотин не влияет на голос женщины попробуйте стряхнуть пепел на ковер мужики обрадовались скажем какая неописуемая красота воскликнул зайдя в офис налоговый инспектор а у меня современная народная примета в ночь на ивана купала девушки должны прыгать через костер те которые не обгорят выйдут замуж у меня полезный совет хотите похудеть на 7 килограмм в неделю это просто худеете по килограмму в день предпоследние новости как стало известно в городе владимире в этом году не будет проводиться конкурс красавиц участницы не желают чтобы их называли мисс владимир а в северной корее с успехом прошел очередной конкурс красоты и первой красавицей вновь единогласно был признан ким чиныр но у меня про нас градостроители москвы предупреждают что в скором времени центр москвы может оказаться затопленным известный скульптор монументалист зураб церетели уже народ смеется ему достаточно зураб церетели все собирается открыть на красной площади фонтан он также задумал новый проект возвести в россии стену который будет и больше великой китайской стены израильской стены плачь одновременно стена это будет называться великая российская стена плача поскольку все население россии будет оплачивать ее строительство недавно у михаила сергеевича горбачева спросили если ему за что извиниться в этой жизни михаил сергеевич ответил да конечно как-то давно я ехал на трамвае не расплатился за проезд поэтому сейчас прошу прощения у кондуктора возник вопрос и все а как же в период с 83 по 91 годы на что михаил сергеевич уверенно ответил что тут ему извиняться не за что потому что в эти годы он на трамвае не ездил с успехом отметили в москве день печати эдуард лимонов представил свою газету лимонка жириновский многодирашку жиринка впервые увидели читатели юмористический журнал для милиции веселые дубинки завершила выставку массовая газета для начинающих наркоманов клей бой в газеты вклеены пробники сенсация года автомобиль а к стал победителем выставки ведро 2006 продолжаем новости свидетели яговы стали свидетелями дтп теперь ребятам предстоит непростой выбор остаться свидетелями яговы или стать свидетелями дтп моя жена родилась 23 февраля она уже привыкла к тому что на день рождения и дарит бритвы и бальзам после бритья разговор в музее гид в одном из европейских музеев русским туристам перед вами знаменитая картина рембрандта ночной дозор турист из россии пацаны я что-то не врубаюсь такой крутяк фильм а афиша фуфло а помнишь как мы в лагере девчонкам в комнату лазали да жаль только тогда еще не знали зачем слушай стёп у тебя жена верная верный а то есть ты не в курсе разговаривают два милиционера слышь я тут жениться надумал будешь у меня на свадьбе понятым если милиция в зале есть не обижайтесь так порознь вы нормальные ребята реалити-шоу люди с тяжелой деревенской судьбой мужик на экране здравствуйте я живу в деревне я каждое утро просыпаюсь без пятнадцати шесть чтобы разбудить петуха таможенник пассажиру в аэропорту так давайте сразу определимся где тут ваши вещи где мои мужики я на новый год купил детишкам детское шампанское так они так напились что на утро пришлось бежать за детским пивом у тебя что жена двойню родила нет просто в роддоме где она рожала акция да можно не договаривать пацаны у моей жены все хорошо только один недостаток какой талия грудь и бедра а почему один понимаете они в таком порядке расположен представляет людей объявление в аэропорту гражданка вылетающая в козы мурды гражданка вылетающая в козы мурды одумайтесь сынок сынок мама сказала что 1 января ты плохо себя вел да папа потому что я вел тебя еще дядю колю разговор в купе в поезде попроси белье у проводницы ты уверен что тебе нужно белье этой тетки ладно черная тема пошла последняя запись черном ящике самолета смотри как я умею водить самолет рекламная пауза пиво балтика там где россия водка балтика россия ты где ну после рекламной паузы надо менять тему какие новорусские сказочки ой винни винни смотри зебра это не зебра этого с легмерирование сделал долго возился иван царевич с лягушкой пока не увидел записку улыбнитесь вас снимают скрытой камерой спросили буржуины у мальчишек и больших а почему в красной армии даже после 3 не закусывают и ответил и мальчишки бальчиш это великая военная тайна и больше я вам ничего не скажу пока не нальете не пей иванушка из копытца козленочком станешь выпей лучше фан ты станешь бомбучий медведи увидели что постель медвежонка измята и поняли здесь была маша на берегу оврага сидел поддатый змей горыныч и пел хором не в попад картинка классная у меня тоже картинка хлопай ресницами взлетай напевали хулиганы откручивая от карлсона моторчик подошла утром царица с бодуна к волшебному зеркальцу и говорит молчи сама знаю шахеризада уже тысячи первую ночь рассказывал царю сказки то у нее голова болит тоже вон но у меня финишная прямая верблюд смотрел на помылу андерсон и думал кто же из нас мутант гонщик формула-1 из армении не только выиграл гонку но еще умудрился подвести трех человек и неплохо заработать журнал космополитен решил создать портрет идеальной женщины для этого взяли глаза элизабет тейлор но с клауди и шифер волосы кристины агилеры и губы анжелины джоли в результате компьютер выдал фотографию сергея зверево но а у меня естественно лаверды по моему придумался настоящий анекдот встретились два мужика один другом говорит ты любишь анекдоты про блондинок да ну слушай встретились две блондинки дана борисова и зверев дана борисова говорит звереву ты представляешь ученые определили оказывается мозг у человека появляется только на четвертом месяце беременности а зверев говорит это что ж у меня мозги не появится пока не забеременею александр мать саша еще раз на поклон пожалуйста благодарим тебя за наши новогодние улыбки я часто езжу из риги в москву на поезде таможни ходят рано утром чтобы люди не понимали че отвечать на вопросы с просонья в вагоне по соседству со мной в соседнем купе еду такие пацаны такие напились они действительно не понимают где они находятся утром 4 утра заходят таможники прямо с порога орет оружие наркотики есть из соседнего купе голос пора иметь свои я уже вам не раз говорил что я получаю много писем по электронной почте мне это особенно приятно потому что люди включились в игру они делятся своими наблюдениями для чего чтобы я поделился с вами зрителями телезрителями тем что они видели в жизни мне порой кажется что мы юмором выдавливаем из себя дурошлепство правда кое-что меня настораживает наверное у меня голова больная немножко но мне мне как-то не по себе когда я читаю электронные вот это вот эти письма по и мейлы посланные по электронной почте они как правило без знаков припинания и в конце написано с уважением пока да наверное человек здоровый вот прочитает следующее объявление в газете и не обратит внимание а у меня голова больная я хохотнул алкоголизм . недорого навсегда вообще я люблю читать газеты объявления только внимательно читать там часто ставятся там часто допускаются ошибки ну там я не знаю например иногда сокращают слова не подумав как сокращают место посуточно пишут посуд объявление квартира . посуд а вот объявление неправильно поставлена . не в том месте маша . семнадцать лет ищу парня а вот это объявление страшное ой такая трясогуска у меня началась срочно ищу работу подпись няня педобраз я понимаю что педобраз это педагогическое образование но даю честное слово я бы не хотел чтобы у меня няней был педобраз в новом году в церкви прочитал требуется желательно верующий на свечки в книжном магазине барби картонная в скобках склей ее а это писал садюга какой-то садюга на двери салона объявление в салоне красоты руки до локтя 500 рублей до плеч 700 рублей реклама по радио сибирь уходит здоровье поможем вообще диджеи редко понимают что они говорят они так захлебываются от восторга от самих себя как глухари на таковище слышу диджей говорит а теперь послушай страшная фраза для меня а теперь послушаем что-нибудь из укупника а поджелудочную железу обожаю слушать у укупника песня я их не знаю тех кто поет сегодня попсовые песни я одни они для меня на одно лицо я их всех называю поющие пельзимухи вот очередная пельзимуха с тоской подчеркиваю с тоской это важно песню спела наши самолеты в небе разминулись с тоской конечно а вот если бы не разминулись то когда веселее было бы на свете жить бесспорно диджей порадовал у моей жены алены сегодня серебряная свадьба у жены у него нет передайте для нее алены мою любимую песню я люблю тебя марина я путешествовал по дальнему востоку такие дебри у сирийского края автобусная остановка на автобусной остановке объявления автобус на вокзал отходит примерно после обеда скобках не опаздывайте не дурачьем страна не оскудеет никогда в хабаровске порадовала девушка официантка их же научили теперь по западному обслуживать то есть они должны задавать вопросы вам кофе с молоком или черный я говорю черный она говорит у нас потеки в пакетиках сразу с молоком ты чего спрашивала тогда можно тебе задумать в москве реклама часто встречалась еще недавно всем купившим у нас квартиру более 300 метров бейсболку в подарок а мне две бейсболки надо перетяжка над дмитровским шоссе лада по цене завода на границе с латвией есть поселок называется пыталово кирпичный дом двое двухэтажный написано милиция в скобках пыталово в киеве в аэропорту в любую страну через вену в общем то дешевый способ побывать других городах в аэропортах много интересного можно услышать по громкой связи в домодетово вот этот женский голос откуда такие голоса берутся ну неужели такими мерзкими голосами эти женщины разговаривают жизни признаются в любви слышу пассажиры вылетающие рейсом в краснодар сегодня никуда не вылетят а теперь я поделюсь с теми теми наблюдениями которые присланы были мне вот из киева прислали вырезку из газеты объявление нашей организации срочно требуется на работу мужчины тире 700 гривен женщины тире 600 гривен остальные 500 гривен кто это такие остальные новосибирск учительская в учительской детей в школе разрешается бить только в порядке самозащиты в ялте детскому летнему лагерю требуется вожатый с опытом лагерной работы спокойно 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 мы там будем разгоняться там там смешное будет в сочи в тире каждый попавший в получает пулю слушайте насколько вот дурачья да в отчизне в нашей талантливой перед новым годом в московском магазине петард нет . совсем нет покупатели достали вот так уже нет совсем нет как это может быть вот это тоже это не переведешь иностранцу что значит петард нет совсем в тольятти в музыкальном отделе крупного магазина баянов нет . где есть не знаем тоже достоевский до в скобках до часто спрашивают просто с выражением это читать хочется а еще мне прислали книжку называется полезные советы российских целителей российских подчеркиваю это важно читаю полезный совет если вас укусил тарантул ну это просто вот мне российскому человеку просто необходимо знать что делать надо если укусил тарантул готовы надо смазать место укуса специальной настойкой для ее приготовления надо поймать трех тарантулов тарантул подожди кусать сейчас я поймаю трех твоих сородичей потому кусишь сочи на набережной такой полу ларек полу полу киоск там вам выдают футболки кружки с напечатанными вашими фотографиями слоган сделай подарок тире закажи своего друга шефа жену в интернете есть очень забавный сайт там продают открыто диплом аттестаты удостоверения любые внизу крупно написано опасайтесь аферистов и мошенников а это я видел сам в аптеке в новосибирске кто купит две линзы для глаз третья нормально да бесплатно третье конечно у меня аж циклоптик дома вот это студенческой столовой мгсу вот это только нашим студентам может понадобиться следующее предупреждение просьба за приобретенными блинчиками следить самим только нашему придет на ум стыбзить блинчик объявление на двери бани подмосковного дома отдыха баня работает ежедневно кроме выходных понедельника среды четверге четверга и пятницы конечно это ежедневно учительница одна написала такая доброго советского воспитания советской школы учительница мол вы правы не надо бежать на детей к ним пришли молодые учителя в школы сегодня выпускники педагогических университетов институтов училищ а кто идет сегодня в педагогические институты кто не попал в другие вот и результат один пишет учитель молодой в дневнике замечание ученику не хочет любить пушкина молодая учительница написала ученицы пришла в юбке порочащая ее достоинства ваша дочь стала увлекаться заглядыванием не только на мальчиков но и но и на учителей мужского строения а это моя любимая читал на уроке чтения ваш сын весь урок не вылезал из портфеля ваш сын помыл пол в классе шалью завуча по картинке в стране да тоже ваш сын видел в гробу десятичные логарифмы бедные наши ученики учитель химии говорит ученикам посмотрите на меня внимательно перед вами молекула водорода а мой знакомый работает в банковской сфере в банке работает ну такой молодой менеджер он с хорошим чувством юмора он мне присылает выдержки но не выдержки а слышанное то что говорят клиенты в банке вот например один говорит ему говорит молодой человек вами можно пользоваться как ячейкой другая молодой человек а что вам нужно показать чтобы мне дали кредит нет ну женщины вообще не всегда понимают а короче они почти никогда не понимают что особенно в парикмахерских боже что они говорят в харькове в парикмахерской пришла такая бизнес-леди говорит а его его мастер спрашивает как вас подстричь чтобы я на вас не серчала а еще я слышал разговор в салоне красоты я хочу чтобы вы подняли мне весь зад жуткая картинка мастер спрашивает у женщин как вас подстричь она говорит тоже в киеве уже чтобы не было выделений вы в каком смысле чтобы уже не выделялись возвращаясь к банковской теме вам звонит ваш неплательщик петров скажите я сильно злостный диалог с клиентом кредит оформлен на вас нет на холодильник спокойно спокойно клиент заполняет анкету менеджер вот тут пишите сумму кредита прописью клиент прописью ты как менеджер это буквами клиент молодой человек вы в своем уме как же я цифры буквами напишу а что говорят наши спортивные обозреватели наверняка мужчины замечали женщины не очень смотрят спортивные состязания а многие спортивные комментаторы пришли прямо из спорта на телевидении поэтому они не совсем понимают как связать падежи сафин больше предпочитает траву наши футболисты почти все вышли из зоны нужно плыть стиснув зубы в кулак жуткая картинка как представили как зубы в кулак стисну ай-яй-яй-яй-яй вы со мной согласны можно передохнуть эстонские футболисты пошли в атаку знакомый с которым я заканчивал московский авиационный институт я пришел к ним они не зажиточные у них эти дешевые календари отрывные еще висят на стенках ну я подошел к одному из них повеяло от этого отрывного календаря таким добрым нашим советским прошлым а там ведь полезные советы всегда печатались думаю дай почитаю не зря я стал читать с первого же полезного совета прочитанного такое уныние даже такая грусть охватила весь организм если у вас холодильнике осталось одно яйцо мне так грустно стало я я представил так холодильник открываю а там одно яйцо а тут написано не унывайте ладно думаю не буду возьмите глубокую мисочку это меня уже заинтриговала яйцо одно а мисочка глубокая тщательно взбейте в ней это яйцо да то есть я представил себя придурка глубокой мисочки тщательно 1 яйцо дальше не верю своим глазам положите туда две столовых ложки сметаны а думаю сметана у меня в кармане видимо потому что в холодильнике же яйцо одно если нет сметаны две ложки манки у меня еще и манка в карманах судя по всему и дальше клянусь не вру не верю своим глазам берем и отрезаем от кабачка значит у меня еще и под кроватью что то есть потому что просто я же холодильник для яйца держу и концовка спокойно концовка если нет и кабачка мелко нарезаем два средних клубня топинамбура ну а топинамбур у меня всегда я вам честно сказать вот всегда и в карманах и под кроватью везде но особое чувство юмора у тех кто пишет инструкции но этот точно был с чувством юмора кто написал инструкцию к дезодоранту два щелчка в одну подмышку теперь частые пробки в москве проехать трудно я опаздывал на деловое свидание была зима я думаю поеду на метро но надо как-то успеть зашел метро я давно в метро не ездил думаю надо же прочитать инструкции как пользоваться метро а там как раз правило пользования экскалатором думаю вот вы ездили на эскалаторе вы не знаете как им пользоваться я вам читаю слушайте запоминайте сначала внимательно посмотрите на эскалатор думаю зачем убедитесь что он перед вами вот я вам говорил не знаете как пользоваться после чего совершите посадку на ближайшую ступень нормально я-то думал ездить надо стоя на эскалаторе не посадку с последующим с нее соскоком вы пробовали соскакивать на копчике со ступеньки когда-нибудь а это инструкция к использованию электрошокового прибора запрещается применять прибор в отношении беременных женщин это кому на ум придет скобках за исключением их группового нападения это в бешеном сне похмельно мне прислится такое такая страшилка нападение беременных женщин спокойно спокойно друзья мы чё-то вы чё-то вы как-то совсем по новогоднему себя стали чувствовать представляете все-таки мне везет смс к пришла мне ошиблись номером случайно но попали по адресу смс к это олег палыч сын сергея эта страна не может жить хорошо который такие смс-ки отправляет у меня вообще знакомая работает оператором в смс связи она иногда мне говорит знаешь у меня даже не обязательно твои концерты ходить мне достаточно читать смс-ки и она некоторые из них мне пересылает девушка у меня сообщение для абонента теща ты старая вешалка сколько можно меня мучить и дочь у тебя тоже дура вот и живи с ней сама и по и подпись поставьте аноним милый милый только что передали по радио что милиция нашла труп мужчины без мозгов перезвони я же волнуюсь но особо картинки нашей жизни реально рисуются когда читаешь истории болезни написанной врачами ой ужасно у больной второй день болит ухо ночью решила погреть утюгом и заснула вот вот ей все равно за кого голосовать честно вам скажу в ее жизни не изменится ничего отравленного в больницу привезли ночью записано со слов отравленного уже хорошо ночью мне очень захотелось есть я съел один пирожок две булочки два стакана молока три соленых огурца гремучая смесь это не все полтора литра киселя заел все это банка оливок с косточками он банку схромкал готов думаю что отравился пирожком и после этого люди на власть будут жаловаться да совершенно все равно с какой властью ей жить больная 45 минут ковыряла пальцем в носу пока не началось кровотечение то есть то есть она бы еще ковырял диагноз слабая слизистая оболочка все уже некоторые готовы все рот открывается звука нет как я говорю так как у рыб в аквариуме в морге объявление типографским шрифтом в случае возгорания пожар тушится силами больных 9 мая моему мужу стало плохо я вызвала скорую которая приехала 11 мая нормально врач попросил сначала выпить после чего сделал укол в диван и уехал но это моя любимая запись медицинской карточки психических заболеваний нет просто дурак я не знаю откуда вы сил возьмете мне надо дочитать в газете читаю продается мотоцикл после столкновения с белазом скобках все документы в порядке ну слава богу конечно теперь я куплю тоже в газете видел продается дачный участок летний домик огород кусты сад туалет все плодоносит спокойно выходим на финишную прямую на двери дома спальном районе москвы период с такого-то такое на вашем доме будут производиться фасадные работы методом промышленного альпинизма убедительная просьба веревки рабочим весь сам знает ничего не надо делать гениальный народ у одного губернатора в администрации работает человек по фамилии козлов он закончил заседание губернатор говорит заседание окончено а вас козлов прошу остаться и семь человек задержалось так мне уже интересно сколько у вас осталось сил милиция гаи остановили жигули там пьяный в хлам водитель они уже в свою ментовку отвели в свою ментовскую машину и видят что с него взять нечего собственно а в это время несется бэмвуха мимо них они говорят все езжай отсюда все уезжай и бэмвухи а этот пьяный был совершенно утро у того которого они отпустили 6 утра звонок в дверь открывает жена того которого отпустили стоят злые призлые менты спрашивают ваш приехал вчера на машине где машина пошли в гараж приходят в гараж там стоит ментовская машина и мигает вы думаете вы не можете больше смеяться можете это сейчас молодежь у вас есть вообще у нас есть стране пробирочки для каждого вида анализа своя пробирочка у нас этого не было мы собирали анализы в спичечные коробки чё ха ха коллега мой инженер московского авиационного института собрал утром полный коробок вот думает после работы занесу в поликлиник да а он был курящий вот поэтому у него образовалось два коробка он идет по улице он забыл про это ха 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 а навстречу два парня идут он говорит слышу у тебя прикурить спички есть он говорит ой у меня два коробка ребят я вам один отдам и отдал этот представляете что было с теми когда они решили прикурить они его догнали вломили так что у него анализы на всю оставшуюся жизнь испортились знаете что то в нашем обществе сбилось правда сбилась как то наша программа если мы скот считаем по головам а правительство по членам вот после этой фразы говорит с новым годом всего доброго я благодарю вас мы нормально встретим новый год с улыбками и так его и проведем а